Белый дом проточил в Конгрессе кандидатуру нового посла в Израиль. Предыдущий посол вдруг ушел в отставку за два месяца до войны. Новоиспеченный посол и парадчик обаморских времен Джек Лью тут же вызвал скандал в Капитоле, особенно среди республиканцев. Ведь в 2015 году он заведовал заключением ядерной сделки с Ираном, и именно Лью занимался выводом в кэш 5 миллиардов долларов, которые наличными на борту военного транспортника США отправили в Тегеран, по указанию Обамы. Против назначения Лью проголосовали почти все республиканцы, но его все же утвердили. Теперь послом США станет не особо произраильская личность. Тем временем ЦРУ задним числом перекладывает ответственность за реакцию на атаки Хамас на сам Израиль. Мол, США передали задачу слежки за газой на аутсорс израильтянам, которые сами виноваты, что проморгали начало войны. А ФБР заранее начало прогревать американцев, готовя к волне терактов внутри США в ответ на войну в Газе. Байден же пообещал наложить вето на любой закон о поддержке Израиля, если он не будет включать в себя деньги на Украину. После ожесточенных переговоров с Египтом и Катаром команде Байдена все же удалось начать эвакуацию американцев из Газы. При этом Египет явно не готов принимать сотни тысяч палестинцев, ну хотя бы из-за отсутствия денег. Каиру обещают спешно согласовать новый транш МВФ на 6 миллиардов долларов. Но для предбанкротного Египта это капля в море. США направляют еще 300 солдат на Ближний Восток на фоне атак на свои базы. Но разрываться между двумя воинами Вашингтона очень сложно. Идут перестановки и в Госдепартаменте. Новым замгоссекретарем, вторым в дипломатической иерархии, становится Курт Кэмпбелл. Он эксперт по Китаю и заменит Венди Шерман, которая специализировалась по Ближнему Востоку. Аппаратчики из Вашингтона снова ездят на поклон в Китай, а вскоре будет визит Синцинпиния в Сан-Франциско. Белый дом сейчас отчаянно пытается не допустить третьей войны вокруг Тайваня, которой в нынешних условиях совсем не выгодно США. Левое же крыло демпартии прямо называет израильское лобби экстремистами, которые дестабилизируют ситуацию в США. Публичная произраильская позиция Байдена раскалывает электоральную коалицию демократов.